А женщина и попросила взять грех на душу – утопить котят. Здравствуйте. Обернувшись на голос, я увидел, что ко мне обращается пожилая женщина. По лицу и манере говорить было понятно, что она слегка не в себе. Здравствуйте, вы что-то хотели? – ответил я. Возьмите грех на душу. С этими словами она протянула к моему лицу небольшую корзинку и откинула с нее платок. Внутри копошился пушистый, мяукающий комочек. Да мне некуда, я развел руками. Не надо нам, – добавил я громче. Вдруг она плохо слышит. Конечно, не надо. Если бы притопить, а я побаиваюсь, – пробормотала она, накидывая платок обратно. Помоги мне, а я тебе наливочки, бутылку дам или деньжат. Припасла кое-чего на черный день. Поможешь? Секунду подумав, хотя вряд ли я вообще думал в тот момент, я сунул руку в корзинку и, выудив котенка, побрел домой. «Зачем ты его приволок?» С этими словами меня встретила жена, даже не впустив в квартиру. «Ну пусть поживет. Чего ты начинаешь?» «Где взял, туда и унеси», – с этими словами она захлопнула дверь перед моим носом. Я посадил котенка на ладонь, решив, наконец, рассмотреть это чудо. Малыш разинул свой розовый рот и принялся истошно орать. «Да, братан, подкинул ты мне проблем. Я почесал его за ухом и решил покормить. На улице моросил мелкий ноябрьский дождь. Зашел в ближайший супермаркет и купил корм для котят. Подобрав лист картона, я вывалил на него еду и, пока карапуз ел, размышлял над дальнейшими действиями. Пришло на ум оставить его тут, чтобы подобрал кто-нибудь добрый. В этот момент справа от меня очень добрые школьники принялись со стервенением и хохотом лупить палками стаю голубей. Посмотрел налево, возле помойки рыскала стая несомненно добрых, но очень голодных бездомных собак. Сунув малыша под пальто, я отправился на качели прямо напротив наших окон и устроил забастовку. Через пару часов зазвонил телефон, взял трубку и услышал следующее. «Пылесосить будешь каждый день, ты слышишь меня?» «Да». «Если я хоть одну волосинку увижу, я понял». Ох, тяжелый вздох и заходите. Коту Тимофея уже 4 года, но он до сих пор спит на том старом изношенном пальто, в котором я его принес. Никаких других.